Так, всем привет! Меня зовут Илья. У нас сегодня неожиданное видео. Это продолжение технического анализа криптовалютных активов. С большим опозданием я снимаю пятую часть уже. Напоминаю, что очевидно до этого есть еще четыре части. Если вы их не смотрели, то обязательно посмотрите, потому что там вся информация, грубо говоря, от и до, что касательно графика. Сегодня по многочисленным заявкам мне хотелось бы разъяснить и показать, что же такое стакан, он же левел 2, что же такое лента и каким образом их можно анализировать и можно ли вообще в текущей конъюнктуре рынка. Но прежде всего, прежде чем к этому перейти более подробно, давайте немного напомню о некоторых моментах, основополагающих, которые в принципе должны определять вашу торговлю. Основная задача частного инвестора в трейдинге это распознать крупного игрока, распознать его действия, понять в каком направлении он набирает позицию и куда будет двигать рынок. Крупный игрок, у него цель такая же, как у нас это получить прибыль, но у него есть и проблема, которая нам не свойственна. Если мы со своим небольшим капиталом можем зайти в рынок в любой момент и выйти из рынка в любой момент, то крупный игрок не может этого себе позволить, так как ликвидность рынка, несмотря на то, что очень большая, она не абсолютно. То есть нет в любой момент времени биткоинов по рыночной цене на 100 миллионов долларов или, например, скинуть эту кучу биткоинов нельзя в любой момент времени по рыночным ценам. Поэтому он набирает позицию долго. Его основная задача это максимально быстро свою позицию набрать и максимально быстро от нее избавиться. И, кстати, про избавление от позиции очень часто забывают. Потому что многие говорят, вот крупный игрок здесь набирается, набирается, набирается. Но не забывайте, что одно дело набрать свою позицию, другое дело эту позицию еще и скинуть нужно каким-то образом, когда цена уже подходит к вашей цели. Потому что скидывается она тоже не в один присест. Так вот, как же эту задачу решить? Прежде всего крупному игроку необходимо оставаться незамеченным. Потому что если крупного игрока идентифицируют, а частные инвесторы только и занимаются тем, что идентифицируют крупного игрока, то они будут совершать сделки в направлении этого крупного игрока и, соответственно, мешать набору позиции. То есть, представляете, вы себе спокойненько сидите, крупный игрок, позицию набираете, никому не мешаете. Тут частные инвесторы вас вычисляют по каким-то там субъективным признакам, например, по большим ордерам или почему-то еще. И начинают сделки совершать в вашем же направлении. То есть, получается, что большое количество людей хотят купить вместе с вами, и никто, по сути, не продает. И вы свою позицию не можете набрать. И вторая ваша задача, кроме остаться незамеченным, это расставлять ловушки. То есть, под ловушками подразумеваются различные вещи, которые согласно классическим подходам к техническому анализу, ну или более продвинутому подходу к техническому анализу. А может быть, это какие-то новости и фундаментальные параметры. Это все ловушки, которые заставляют частных инвесторов вставать против вас, против крупного игрока. Вы, например, имитируете какой-нибудь ложный пробой уровня, и это вынуждает многих там открывать сделки на продажу, и вы их выкупаете, чтобы набрать свою позицию на покупку. Вы выпускаете какую-то новость, которая вынуждает людей покупать, а сами вы спокойно в этот момент продаете позицию, которую набрали до этого и так далее. То есть, вот это то, что делает, по сути, крупный игрок, и вот его основные цели и задачи. И именно исходя из этого, из этого мы исходим, когда решаем, как нам действовать. Теперь давайте более подробно остановимся на как раз-таки стакане и ленте. Итак, значит, следующее. Я собрал типовые стратегии торговли по стакану и ленте, которыми, в принципе, раньше сам пользовался, которых где-то когда-то слышал, когда-то сам им обучался и которые сейчас нашел в интернете. Какие же это типовые стратегии? Прежде всего, это один такой комплекс торговли от большой заявки. Причем от большой заявки предлагают всегда торговать по-разному. Одни предлагают торговать на разбор заявки, То есть, это означает, что когда мы видим крупную заявку, после ее разбора и после ее прохода, рынок по инерции пойдет дальше. Другое, это прятаться за большой заявкой. То есть, если идет какой-нибудь, ну, вы видите, крупный сайз, крупную стену. Стенка это многие называют, на мой взгляд, какое-то тривиальное название. Но, тем не менее, это прятаться за ней. То есть, во-первых, ее за фронт ранить. Фронт ран это означает, когда вы выставляете свою заявку перед крупной заявкой, чтобы ваша сработала раньше, а крупная позже. А стоп-лосс ставить за этой заявкой. То есть, таким образом, у вас как бы сначала сработает ваша, и вы вроде как спрятали свой стоп-лосс за крупной заявкой, и от нее поработали, что вроде как ее не пройдет. Причем, смотрите, если так, ну, теоретически смотреть на эти два подхода, то они, в принципе, принципиально различаются. Одна предполагает, что заявку съедят. Вторая предполагает, что, наоборот, от заявки отобьется. Но это противоречие. Ладно, оставим на совести того, кто эти стратегии разрабатывал. Следующая это плотность бидов и аска. Что это означает? Есть какой-нибудь стакан, вот, по BTC и USD. И мы смотрим на плотность бидов и асков. То есть, например, в данном случае вы видите, что аски довольно пустые. И это означает, что здесь, вроде как, меньше заявок, здесь плотнее. То есть, плотность стакана по биду, она выше. Это означает, ну, по разным подходам. Кто-то говорит, что рынок пойдет в сторону наименьшего сопротивления. То есть, якобы, раз здесь наименьшее сопротивление, то рынок протащится наверх. А здесь больше сопротивления, то, соответственно, вниз рынок не опадет. Кто-то говорит, что рынок, наоборот, идет в сторону ликвидности. То есть, якобы, если здесь большее количество заявок, большее количество ордеров и объема, То рынок пойдет именно в сторону ликвидности ее собирать И потом там уже по факту разберемся Поэтому, как видите, тоже два противоречащих таких немного подхода Ну и последний, это связанный с лентой Лента это фактически совершаемые сделки И если мы видим большое количество принтов и большого объема по биду или по аску То есть возникает или большая инициатива покупателей Или большая инициатива продавцов То это означает, что мы идем именно вот в эту вот сторону В сторону или наверх, если большое количество принтов у нас по аску Или мы идем вниз, если большое количество принтов по биду То есть они красненьким обозначаются Вот эта лента, то есть фактически последние сделки И кстати, что я недавно, я не знаю, это наверное очевидная вещь Но я заметил ее относительно недавно Что если мы откроем вот эту вот диаграмму глубины И увидим вот такие вот две вещи То это очень и очень сильно напоминает наш закон спроса и предложения То есть там supply and demand То есть смотрите, здесь вот у нас такая вот горочка Это как раз таки все биды Здесь это все аски То есть по сути это весь спрос Это все предложение И таким образом оно выстроено То есть для меня я только сейчас почему-то понял Что это стакан биржевой и показатель глубины Это полный аналог Именно закона спроса и закона предложения Который показан в виде вот этой вот Ну еще в экономической теории То, что мы изучали в свое время Вот такие дела Поэтому вот такое вот наблюдение Но тем не менее Значит вот у нас есть стакан И якобы его каким-то образом можно использовать Давайте посмотрим на то Какие же есть обходные пути крупного игрока Чтобы не дать нам эти самые вещи использовать И стараться нас максимально запутать Прежде всего это скрытые заявки и айсберги То есть заявку любую можно частично или полностью скрыть Причем раньше было модно скрывать ее полностью Когда она вся пряталась И она была вся скрытой И пока она не исполнится Рынок дальше не двигался То есть ее не видно в стакане Видно просто, что цена не может пройти Какую-то определенную котировку И или айсберг То есть айсберг это еще по пониманию Ну того, что там плавает в океанах Это именно особенность айсберга в том Что верхушка у него торчит всего лишь там по-моему на 10% От всего его объема И внизу там 90% То есть айсберг это такая заявка У которой видимая часть только небольшая А вся основная часть это скрытая заявка И таким образом нам как участникам рынка Видно только небольшую часть заявки А заявка начинает исполняться именно со своей подводной вот этой вот части То есть если в заявку долбят То начинает сначала айсберг снизу-снизу-снизу испаряться И только потом испаряться видимая часть заявки вот этой Следующее это выставление отмена заявки Я думаю вы это видели очень часто Когда вроде как стоит крупный какой-то сайс Он есть Но потом его начинают отменять Потом его переносить и так далее И поэтому очень сложно отследить и работать от этой вот большой заявки Следующее это воштрейд Это вещь которая запрещена на традиционных рынках Но на криптовалютном рынке процветает Воштрей заключается в том, что крупный игрок старается нас обмануть именно в ленте То есть обманы как бы в этом В стакане кончились и начались обманы в ленте Обманы в ленте заключаются в том, что якобы здесь мы отслеживаем это все фактически совершенные сделки И мы таким образом можем отследить Набирается ли сейчас позиция на покупку или набирается позиция на продажу Но делается все намного более изощренно Крупный игрок сам у себя покупает или сам себе продает что-то Казалось бы сначала полный бред Но это действительно так происходит То есть для того, чтобы запутать нас Он сам же выставляет какой-то ордер на покупку И сам же его в него продается Или например сам же выставляет какой-то ордер на продажу И сам же это покупает И в итоге получается, что здесь мы видим большое количество принтов по биду или паску на очень большие объемы Ошибочно интерпретируем, что крупный игрок начинает сейчас закупаться Или начинает наоборот продавать И заходим в сделку, но не в том направлении И нас в итоге выкидывают, собирая нашу вот эту вот ликвидность Ну и наконец совершение сделок на OTC На OTC сделки совершаются Это OTC это Over the Counter Это вне биржевой рынок, на котором можно совершать сделки с небольшим дисконтом Там покупать или с небольшим дисконтом продавать Ну то есть чуть отлично от рыночной цены, но сразу большим объемом Это не влияет никаким образом на цену Но таким образом можно получить или большой объем там покупить Или большой объем продать Таким образом крупный игрок свою позицию набирает там На OTC А манипулирует ценой непосредственно на там условно спот рынке Или на каком-нибудь рынке деривативов Заставляя цену меняться И потихоньку он Ну от позиции избавиться все равно нужно И он избавляется либо снова там на OTC Либо наоборот избавляется там частью на бирже, частью на OTC Вот теперь Есть понятие как стабильная крупная заявка Есть понятие как крупная заявка нестабильная Нестабильная крупная заявка это которая то появляется, то исчезает И раньше, ну сейчас уже никто не использует лимитные заявки из крупных участников рынка Потому что это просто полный, ну предсказуемо Согласитесь, если бы сейчас где-нибудь здесь появилась заявка там на какие-нибудь 5 миллионов долларов Ну давайте не 5 даже, там 10 миллионов долларов на там продажу Да, то есть, ну давайте раз покупаем все-таки биткоин, то снизу Появилась бы заявка здесь на 10 миллионов долларов на покупку биткоинов Что бы сразу произошло? Эта заявка бы она никогда не исполнилась Почему? Потому что, во-первых, нет такого объема и нет дурачков, которые будут продаваться против крупного игрока Это во-первых Во-вторых, эту заявку будут жестко фронт ранить То есть, представляете, если бы вы увидели здесь заявку, которая не исчезает на 10 миллионов долларов Что бы вы делали? Вы бы, допустим, она по 6700 ровно Вы бы по 6700 и 0.1 выставляли свои ордера целой пачкой Таким образом, чтобы сначала срабатывали ваши ордера А стоп-лосс бы спрятали прямо за заявкой на 1 цент В итоге у вас получается, что стоп-лосс 2 цента И вы еще перед крупной заявкой радостно себе позу набрали И почти точно уверены, что рынок пойдет за вас И таким образом у вас все в шоколаде Конечно же, на такой никакой крупный игрок не пойдет И поэтому сейчас уже происходит набор позиций в основном роботами То есть, рынок тащит в боковике И роботы потихоньку свои позиции набирают Хорошо это заметно на BitMix То есть, смотрите, здесь вот Обратите внимание на объем, да, вот это вот 4 ляма Здесь никаких принтов особых нет, крупных Но как только цена сейчас будет изменяться Она там будет то повышаться, то понижаться Ну, сейчас рынок спокойный Но она будет то повышаться, то понижаться И этот объем, он будет просто переноситься То есть, он будет потихоньку здесь исчезать Потом потихоньку там переноситься Сейчас, если цена вырастет, то он подвинется наверх Если цена упадет, то он подвинется вниз И видите, то есть, принтов по BID практически нет Да, то есть, красненьких очень мало А здесь, ну, то есть, только что было 3 миллиона Сейчас уже 2 800 Поэтому это в основном работают роботы И которые на маркетмейкинге зарабатывают И которые, в принципе, просто там стараются позицию набрать и так далее Причем, с обоих сторон эти огромные объемы есть на ближайшей цене И мы никогда не поймем, куда именно крупный игрок позицию здесь набирает То есть, это к вопросу о том, насколько все-таки эффективно работать от какой-то большой заявки Прятаться за большой заявкой точно сейчас не очень хорошо Потому что на традиционных рынках, смотрите, я не договорил Стабильная крупная заявка, это заказ крупного клиента через брокера То есть, ну, когда есть какой-то крупный там клиент Например, юридическое лицо или крупное физическое лицо Оно отправляет заказ через брокера Ну, если вот вам нужно купить там, ну, акции на 10 миллионов рублей И вы отправляете заказ через брокера Вряд ли вы будете там создавать там какого-нибудь определенного робота И чтобы эту вашу позицию набрать Нет, вы просто отправите эту заявку, она будет там стоять И ее еще сам брокер за фронт ранит Ну, ладно, это уже жестко, но это запрещено Но, тем не менее, происходит вот такая вот ситуация И здесь, здесь же напрямую работают через биржу То есть, поэтому здесь нет такого, что возникают какие-то крупные заявки Поэтому, ну, это мое мнение, что на криптовалютном рынке Оценивать от крупной заявки, именно прятаться за ней, это не совсем правильно Что касается разбора сайза, это уже, ну, интереснее То есть, если вы видите крупный объем Обычно хотя бы сопоставимый с одним процентом по торгам То есть, видите, вот, например, BTC и USDT У нас торгуется ежедневный объем 130 лямов Если вы видите заявку хотя бы на 1.3 То можно попробовать на ее разбор сыграть То есть, эта заявка, она есть, и она, например, не исчезает Если вы видите, что ее начинают есть, то есть, съедать Она все уменьшается, уменьшается, уменьшается То, как правило, это означает, что после того, как мы ее съедим Мы по инерции пойдем дальше Можно в этом случае поставить стоп-ордер прямо за заявкой Чтобы, когда цена пойдет по инерции дальше Вы бы какое-то время протащились вместе с ней Но это такой элемент скальпинга То есть, не стоит рассчитывать, что если мы разберем эту заявку На 1% дневных торгов, у нас там цена пропрет еще 20-30% Нет, это в пределах 1% Цена может также вырасти И вот этот вот 1% мы, собственно говоря, берем То есть, такой своеобразный скальпинг Который направлен на поиск и разбор крупных заявок Теперь, по поводу плотности BIDA и ASCO Что мы идем или в сторону ликвидности, или в сторону меньшего сопротивления Опять же, ничего не доказано Одни говорят в сторону ликвидности Другие в сторону наименьшего сопротивления И факта в том, что от этого практически никак не зависит Мы никогда не узнаем, куда именно игрок набирается По вот именно признакам, характерным для ленты Поэтому, наверное, все же нет Об этом нам скорее больше скажет график По параметрам ложных каких-то пробоев Или отбоев от уровня Куда именно набирается крупный игрок Нежели об этом скажет стакан Который явно обладает неполной информацией относительно этого Ну и что касается больших принтов по BIDA или по ASCO Из-за воштрейдинга и воштрейда Трейдов, которые использует крупный игрок На криптовалютном рынке, где это абсолютно легализовано Мы также не можем идентифицировать набор крупного игрока Более того, нередко, когда возникает крупная заявка И необходимость исполнить эту заявку Мы видим вот здесь большое количество мелких заявок Которые ее прячут Если на... ну в нормальных торговых терминалах К правилам связанных к криптовалютным рынкам Есть много инструментария, позволяющего Именно как бы точечно выбирать крупные заявки И именно их рассматривать То здесь, если у вас сейчас будет огромное количество принтов по 1 доллар И где-то там зачешется заявка в 1 миллион долларов Вы ее почти точно не обнаружите Поэтому, как только возникает какая-то активность И вы видите активность, особенно у уровней Здесь идет большое количество принтов И очень большое количество вот таких вот маленьких принтов Я думаю, вы это замечали И там большой идентифицировать невозможно Причем, может быть такое, что будет большое количество принтов по 1 доллар зеленых По Аску И какой-нибудь там принт на алямпо Биду А вы его не увидите Вы будете думать, что он маскирует крупный принт по Аску А на самом деле крупный принт по Биду он маскировал Поэтому, ну, я бы сказал, что сегодняшний такой Сегодняшний мой взгляд на рынок Он, наверное, говорит о том, что все же Что большие заявки, что торговля от плотности бидов Асков Или там принтов в ленте Это скорее торговля неэффективная То есть я бы хотел вам там сказать, что можно торговать крупные заявки Или скорее всего можно что-то придумать И постараться там из ленты какую-то информацию вытаскивать Но вы не забывайте, что крупные игроки Они также постоянно совершенствуются У них большое количество обходных путей Их задача это максимально быстро свою позицию набрать и избавиться И им необходимо остаться незамеченным И поэтому все традиционные и классические способы идентификации крупного игрока Они сейчас, ну, уже низкоэффективны К сожалению, так Вот, это что касается сегодняшней тематики Методов много, тактик много Но почти ничего из них не работает Разве что разбор крупной заявки С скальпинговой такой целью Вот, у меня в принципе на этом все Надеюсь, что информация вам помогла Потому что информация о неработающем каком-то методе Это тоже информация и тоже, на мой взгляд, информация полезная Я с вами прощаюсь Всего доброго Пусть криптовалютный рынок приносит вам только прибыль Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok